всем привет привет всем прекрасной недели сегодня вы видите что я вы выложила колоды таким образом чтобы не путать вас при выборе позиций чтобы вы как это правильно выразиться начиная с косноязычия определялись исключительно по рубашке что вам нравится что не нравится да то есть не линейно как мы привыкли а вот если бы у вас была возможность как-то хаотично да вот так вот вы строите что-то вот вот точно как треугольник вот я бы так и сделала чтобы вы определились позиции вот и не смотрели здесь именно по порядку так как вы привыкли а скорее всего немножечко разобьем шаблон наших привычек и выберем исключительно по рубашкам название я скажу но для кого важно когда буду делать уже вашу позицию так просто выбирайте пока по по рубашкам и так время специально сказала этого начали чтобы вас было время выбрать если кому не хватает можете поставить на паузу сразу скажу что вся необходимая информация обо мне то что в принципе говорят многие тарологи упоминают если вы хотите со мной связаться если вам нужна моя консультация либо как я люблю свою услугу одна из самых любимых это беседа со смыслом когда вам просто хочется с кем-то поделиться это очень важно да кто-то может сказать блин неужели надо за это деньги платить да потому что я со своей стороны не просто буду вас слушать да возможно там какую-то обратную связь если в этом есть какая-то необходимость обращу ваше внимание то есть помимо того что мы с вами будем беседовать мы можем использовать какие-то дополнительные инструменты это могут быть например таро это может быть моя интуиция да мои какие-то способности мои какие-то знания мой опыт то есть беседе мы можем использовать все что угодно либо с одной стороны вы хотите с кем-то поделиться и вам необходимо чтобы вас выслушали это очень важно бывает какие-то моменты когда вас никто не понимает вас никто не слышит подавлять себе уже нету возможности да и темы на которые вы можете рассказать но есть необходимость поделиться они могут быть разные может быть просто кто-то хочет поделиться какой-то своей радостью поделиться с результатами своего я не знаю хобби да все что угодно суть заключается в том что если бы вы обратились к человеку который был бы включен вас и вот этого получили бы результат вот на это нацелена эта услуга либо поделиться либо опять-таки получить какой-то ответ для себя либо просто поговорить я не знаю на интересующую вам тему главное чтоб я в ней тоже разбиралась не была профаном иначе я просто буду сидеть и слушать то что вы внимательно будете рассказывать вот то есть встреча со смыслом это не всегда про расклад это не всегда про использование таро либо метафорических карт это может быть все что угодно вот прям я люблю очень эту услугу потому что люди приходят изначально так чувствуется некая такая зажатость но потом в беседе человек открывается по-другому может быть ему нужно какое-то вдохновение может быть просто человека надо замотивировать а может быть просто ему хочется услышать какие-то приятные слова да потому что кто-то не но не понимает того что он переживает а я не берусь говорить о том что вот я прям сразу сто процентов смогу понять ваше состояние его разделить нет но по крайней мере с моей стороны есть включенность это очень важно открытость и умение не знаю вас выслушать обратить внимание вот кто у меня был на беседах со смыслом остались остались довольны ну по крайней мере мне так показалось либо обратная связь то что люди написали как отзыв это в принципе подтверждает поэтому если хотите вся необходимая информация обо мне есть по ссылке мои услуги под любым моим роликом если вдруг по каким-то причинам у вас не открывается этот файл но у вас есть вопрос ко мне вы можете мне написать либо на почту ну желательно в телеграм опять-таки ссылка на телеграм есть в разделе сообщества вот на главной странице моего youtube канала переходите на главную страницу там есть раздел сообщества нажимаете там где я в принципе всегда пишу анонсы о близконсультациях выходных вот в конце каждого анонса есть ссылка на личку в телеграм можете написать задать вопрос если вам лень вот переход делать все эти переходы писать все эти я не знаю нажимать на все эти кнопочки да потому что привыкли чтобы вот сразу в один клик да нажал и и все не хочу никуда переходить не хочу ничего делать пишите в комментариях да то есть у меня есть к вам вопрос я все комментарии читаю если я увижу я могу вам написать ответить если для вас это будет вот прям очень важно вот и все те кто подписан на меня в телеграм-канал для тех кто не знаком скажу что в телеграме я дублирую все расклады youtube канала плюс записываю два аудио расклада в неделю так выходит это вторник и четверг на другие темы которых нету здесь на youtube канале и плюс ко всему пишу какие-то мотивашки посты на сказал слово пишу скорее всего выкладываю потому что это не мои это может быть какие-то мысли то есть свои посты если я пишу то пишу в платной группе телеграм-канала на основной странице телеграм-канала я могу брать какие-то очень интересные высказывания интересные мысли и выкладывать их на в своем телеграм-канале но свои собственные мысли свои собственные какие-то знания интересы ролики познавательные может быть какие-то обучающие может быть просто какие-то веселые либо если я беру материал какой-то из тик тока и его обсуждают то это все я выкладываю в платной группе телеграм-канала кому интересно плата она условная она доступная многим платим ежемесячно то есть любой момент вы можете выйти то есть вас не обязывает находиться долгое время в этом часике если он вам не откликается вся информация об этом есть в телеграм-канале то есть заходить телеграм-канал у меня есть прикрепленных три поста вот в в одном из прикрепленных прямо есть видео ролик где я рассказываю о платной группе если хотите в нее вступить также там есть вся информация телеграм-канале что и как почему то есть кому интересно переходит в телеграм смотрим прикрепленные три поста все становится сразу ясно понятно и опять же таки если все это лень делать пишите в комментариях вопрос а что вас интересует вот но если в принципе кто-то хочет больше получать информации обо мне помимо раскладов да то есть потому что есть люди которые пишут или не хочу к вам в наставничество я не беру ни учеников я никому не никого ничему не обучаю помимо того что у меня есть курс обучение таро я его поставила он записи я его поставила достаточно доступной стоимости сравнению с коллегами на рынке да то есть его можно приобрести писала я его давно несколько лет назад вот в записи тоже по ссылке мои услуги можете его найти обучение таро хотя сейчас в принципе знаете я про это мало говорю по причине того что очень многие почти каждый кто только выходит на youtube канал начинает выкладывать свои курсы обучение поэтому я не говорю об этом вот но у меня есть другой прекрасный курс это древо жизни рекомендую так основные организационные моменты сказала в принципе кому что-то надо тот меня найдет этот задаст необходимый вопрос главное быть настойчивыми да то есть если вы действительно для вас что-то важно и актуально и вы по жизни будете настойчивы вы это получите то есть не надо пугаться что я сделал какое-то первое действие первое движение у меня не получилось а все значит это не мое я от этого отказываюсь нет нет моя практика показывает что клиенты которые очень настойчивы особенно знаете в формате оплаты когда что-то не получается вот те клиенты которые действительно настойчивы ищут способы один всегда найдут возможности оплатить и прийти а если бы я категория людей которые один раз попробует а не получилось ну значит не мое и отказываются вот это как раз таки модель поведения по жизни да то есть если мы пробуем на что-то не получается то люди очень часто отказываются не прикладывают каких-то усилий и это является причиной почему многие не получают чего-то не достигают не хватает настойчивости мне хватает знаете как вот именно стремление что я получу я это хочу я это до этого достигну я буду пробовать разными способами я буду на этом настаивать и вот те люди которые в принципе в таком формате двигаются по жизни они достигают большей степени успехов так вступление сказали о чем расклад во первых называется да вы видели ваша оценка собственной жизни я люблю анализировать свою жизнь с оглядкой в прошлое но не с целью чтобы погрузиться там в это болото эмоциональные и страдать как хорошо когда было в прошлом году в этом году нет как хорошо когда было там 5 10 20 лет назад а сейчас нет не в таком контексте а в контексте анализа чтобы как отправная точка видеть свой рост видеть свое развитие и если меня что-то не устраивает а это мы можем посмотреть только в сравнении оглядываясь прошлое когда вы смотрите на себя в прошлом там есть на неделю назад месяц год пять лет кем вы были кем вы стали если нету каких-то изменений разобраться в этом вопросе да вот когда мы оглядываемся на это на свое прошлое с одной стороны мы можем себя поощрять и хвалить это молодец вот у меня вот это получилось я это хотела я этого достиг то есть замечать свои результаты иначе ну просто жизнь бессмысленно живете на автомате воспроизводите будни которым вы привыкли и по факту ничего не меняется жизнь в редких случаях когда может измениться кардинально вот если в принципе ничего такого не прописано на вашей линии судьбы вот и если вы не выбираете каких-то кардинальных перемен то в принципе очень мало что меняется в жизни человека а если меняется то это настолько минимальное что он даже это не замечает поэтому чтобы что-то изменить во-первых надо понять что я хочу изменить во вторых понятно что я хочу это поменять для чего мне это вообще нужно его цель сегодняшнего расклада да ваша оценка собственной жизни ней будет раз два три три вопроса как вы ее видите свою собственную жизнь до на данном этапе либо в общем что хотели бы изменить и третий вопрос такой достаточно философски может быть удалась ли ваша жизнь или нет это чисто субъективная оценка каждого удалась ли моя жизнь или нет но чтобы понять удалась или нет вообще понятие что вы хотели в этой жизни а для этого надо сесть и уделить этому внимание да то есть сесть и побеседовать с собой поразмышлять своими извилинами иногда и понять вообще что я хочу от этой жизни да не просто вот этот он бег в колесе белки по кругу а задумываться и вот такие мысли они полезны периодически в идеале было бы каждую неделю делать такой она анализ но вряд ли кто этим будет заниматься вот вот такие вопросы мы будем сегодня смотреть позиции вы думаю для себя определились выбрали так и давайте мы с вами приступим я просто хаотично уберу ну то есть без определения какая позиция вот эти вот колода начну с этой принципе она мне понравилась не знаю так и мы приступаем ваша оценка собственной жизни вообще как вы видите свою жизнь вот в момент здесь и сейчас и и первая позиция человека который выбрал для себя путь он прикладывает много усилий идет в размеренном комфортном темпе по своей жизни так как он хочет целенаправленно человек достаточно терпеливый могу сказать что здесь человек с опытом который никуда не торопится не спешит не потому что у них хочет получить результат а потому что здесь в принципе человек делает ориентир большей степени на сам процесс жизни то есть вообще здесь на данном этапе я вижу вас как человека который очень много работает акцент на либо на материальный мир на то есть взаимосвязь с реальностью в котором проживает либо это профессиональная сфера когда человек очень много работает то есть выстроил для себя какой-то путь набрался терпения и он просто идет делает те шаги которые необходимо ему сделать здесь нету такого знаете вот я смирился со своей судьбой вот я просто иду нет здесь человек четко понимает куда он идет для чего он это делает иногда у него идут переборы он много работает возможно неправильное питание либо нарушение режима дня особенно если то чем он занимается ему это очень нравится он включен в это он забывает забывает поесть забывает за собой поухаживать то здесь могут быть перекосы вот в этом направлении и как следствие может страдать желудочно-кишечный тракт поэтому здесь вот это вот трудоголизм он иногда переходит все границы и идет дисбаланс здесь на это нужно обратить внимание а так в принципе рыцарь педакли указывает на спокойную организованную личность до достаточно структурную неленивую ни в коем случае да здесь человек прикладывает усилия но он просто отдает отчет себе в том что он делает как он делает и старается делать все добросовестно старается делать все ответственно вот и очень организованно здесь человек дисциплинированный и это не только данный этап жизни а здесь скорее всего вообще по жизни человек такой да то есть человеку слово сказал он обязательно это сделает для него это вот как будто бы знаете слово чести очень очень важно да здесь у человека есть своя система ценности которую он придерживается поэтому как вы видите еще свою жизнь что открылся возможно какой-то новый этап вашей жизни либо в какой-то сфере отдельной вашей жизни да вы сеете какие-то семена для себя изучаете что-то что очень ценно для вас то есть вы находите вот находится в какой-то сфере вашей жизни на новом этапе либо вообще ваша жизнь сейчас как будто бы вот включилась как-то ну вот по-новому да не не заново вот именно по новому чему-то здесь может быть обучаетесь иногда вам становится трудно трудно эмоционально да вы выгораете но это опять таки связано с трудоголизмом и с нарушением режима здесь имейте ввиду что для вас режим дня распорядок дня он очень важен особенно если вашу жизнь входят какие-то внезапные неожиданные моменты там я не знаю у вас по плану было сегодня отдохнуть к примеру да или вы там почитать либо чем-то заняться и вдруг неожиданно к вам приходят гости да либо вас куда-то заводут зовут на мероприятие это вызывает у вас такой легкий дискомфорт и он выбивает вас из режима и потом вам восстановиться в свой режим очень сложно то есть вы здесь такой достаточно стабильный человек для вас организация важна вы не тот человек который будете избегать внешнего взаимодействия с людьми но вы тот человек которому важно вписать в свой план в свой режим то что вам хотят предложить вам не очень-то нравятся какие-то неожиданности даже если они приятные они выматывают вас эмоционально вы любите свой эмоциональный комфорт вот чтобы вам было все спокойно все структурно все известно все ясно потому что вот для вас ресурсы это вот самая большая очень важная ценность здесь еще знаете вот такое ощущение что периодически вам необходимо как-то себя прокачивать энергетически у вас все время идут какие-то застои вот необходимо больше движения вот у меня такое ощущение 150 раз к слову вот но от паразитов не могу избавиться вам здесь как картинка до образа помните лошадь приживальского такая знаете рабочая лошадка на прижиме стоит она очень мощно это вам не скакун который арабский до который там бегает такой легкий изящный красивый нет здесь такая вот очень мощная конструкция да то есть за делом на работу на терпение на долгосрочность на постоянство никогда вот эти вот внезапные скакуны приходят здесь либо жеребцы которые вас подбивают пойдем пойдем вы просто не не успеваете за их ритмами ну представьте да допустим рабочую лошадь приживальского выставить на какие-то бега вот либо с наездниками либо вообще просто в упряжке но ясное дело что она будет серебаться в самом самом конце потому что это не ее стезя вот здесь ваша стезя это это материальный мир но не в контексте того что вот вы зависимы здесь просто вы реалистичны вы прагматичны вот так давайте скажу я даже могу предположить откуда с какой позиции это все считано а если выбирать обычный вариант так еще как вы видите свою жизнь ну на данном этапе вы опять же таки скажу да по аркану шуту либо хотите вообще очень много каких-то внезапных поворотов вашей жизни такое чувство что вот вы идете идете по дороге и вы планировали что вы и дальше будете идти по этому пути и вдруг причем знаете какой-то вот и свозчик вы находитесь в упряжке сидите да с извозчиком впереди вот он идет лошадь идет он клюет 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 и вдруг неожиданная развилка вы не предполагали у вас нету по плану что будет вот эта развилка либо какой-то тупик и вот вам неожиданно надо принимать какое-то решение вы в недоумении типа все шло хорошо с какого тут-то перепугу до появляется шут то есть что мне делать вы такого неожиданно просыпаетесь вспоминаете что есть движуха в этой жизни да что есть другая стихия под названием огонь вот что есть какие-то интересы что делать как быть вот вас периодически вы спите спить потом пробуждаетесь очень много либо работаете активничать а потом гоп опять уснули здесь какая-то такая очень интересная забавная энергия но сейчас вы видите что что-то новое либо начинается либо предполагается какое-то не знаю веселье интерес либо какой-то вот этап вашей жизни начался очень интересно либо появились какие-то люди где много легкости в общении да то есть вот как будто этот груз он ушел то есть вот этот вот этап легкости пробуждения когда у вас включается адреналин вы куда-то бежите что-то делаете активничать вот он у вас сейчас появился вот как-то так вы оцениваете свою жизнь что хотели бы в ней изменить десятка пендаклей либо финансовую составляющую либо все что связано с семьей либо и то и другое скорее всего свое прошлое которая влияет еще расскажу либо на свою семью то есть здесь может быть какой-то очень важный опыт если допустим это касается семьи семейных каких-то ценностей вашу родительскую семью как все выстраивалось к ваших взаимоотношениях в семье как выросли здесь понятие семьи вы обретаете сейчас постепенно она становится для вас цены ранее такой ценности у вас не было и поэтому сейчас набравшись определенного опыта жизненного вы предполагаете что хорошо было бы если бы вот сейчас моими мозгами да в то мое прошлое да я бы многое что изменил возможно воспитание детей возможно ваши отношения взаимоотношения с вашим партнером до мужа и женой как это все выстраивалось вот здесь вот прошлое хочется как будто бы изменить в тексте семьи и заново выстроить некую такую основу то есть вы видите где вы что сделали не то чтобы совершили ошибки и могу сказать что вы совершили ошибки где можно было бы что-то улучшить но в прошлом также вы бы хотели изменить свое финансовое положение хочется больше денег что еще как то знаете плюс ко всему если это касается профессиональной сферы выйти на другой уровень на другой заработок больше клиентов больше взаимодействия с людьми как-то масштабироваться да другие энергии здесь хочется чтобы они были ну например допустим если вы коллега там таролог либо психолог неважно и вы работаете в в определенном там направлении то скажем да вы понимаете что не то чтобы это направление уже и жила а хочется что-то другое хочется что-то новое принести либо какой-то новый виток либо развитвление либо ну что мы говорим как-то повышение своей квалификации да то есть улучшить вырасти вы вы уже скорее всего выросли поэтому что-то другое вы хотите здесь делать то есть если раньше допустим были какие-то цели и задачи получать деньги и тратить на себя на интересы свои на свою семью то сейчас уже появляется больше такое знаете более глубокой философской смысловой нагрузки в контексте того чтобы оставить какой-то след после себя быть полезным людям здесь уже появляется желание служения служения в контексте покрытия потребностей других людей не не обязательно большого количества а вообще быть полезным другим людям исходя из того что у вас уже есть какие-то знания опыт использовать их во благо другим людям и вот здесь такой посыл идет что еще хотелось бы изменить свое эмоциональное состояние да то есть жить знаете как не на износ а жить как-то больше в соответствии золотой середины да то есть если проживать эмоции не то чтобы отказываться от позитивных либо негативных а в отношении то как вы их проживаете да чтобы они уже были более фоновым чтобы они уже не имели на вас какое-то вот такое очень яркое влияние чтобы не изматывали если хочется такое знаете хочется жить жизнь яркую жизнь но не на из не на износ жить большей степени на удовольствие плюс ко всему здесь какие-то внутренние перемены вы хотели бы совершить что это за внутренние перемены не ставим может быть каких-то больше знания вам хочется больше какой-то информации либо быть больше я бы сказала как-то настоящий без каких-либо масок без того чтобы как-то подстраиваться под других людей соответствовать как-то другим людям да то есть хочется быть настоящим здесь вот какая-то такая потребность идет и чтобы не только вы были настоящими чтобы другие люди были настоящие да чтобы общение оно было уже интересно когда хочется когда нужно вот вы как будто бы внутри себя меняетесь и под себя хотите выстроить свою новую реальность так и последний вопрос удалось ли ваша жизнь или нет с вашей точки зрения субъективно с вашей точки зрения удалось ли ваша жизнь или нет знаете в общих чертах я могу сказать что по четверке пендакли что да но четверка это про опять же таки да про стабильность то что мы говорим если можно было ее изменить как-то улучшить и расти дальше это конечно же до десятки от четверки до десятки есть еще большой путь который нужно было пройти но в принципе я могу сказать что в общих чертах вас удовлетворяет ваша жизнь вот так как вы ее прожили да 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 здесь самое главное что вы ее прожили по совести вы отдаете себе отчет что все что я сделала я это и получила то есть если меня что-то не устраивает показатель того что где-то что-то я не приложила каких-то усилий то есть вы отдаете у вас есть осознанность вы отдаете себе отчет в том что если что-то вы не получили значит что-то вы не сделали на причина следственная связь то есть если результат не устраивает значит причина была в том что не знаю что что-то вы не сделали правильно не выбрали недостаточно работали недостаточно знаниями то есть вы понимаете в чем причина вот самое главное но здесь очень важный момент что вы жили по совести вы жили так как как нужно было да вот правильно главное что вы жили в мире с самим собой то есть вот то что я сказал да вот по совести да по аркану мира здесь есть главное чтобы у вас на душе было хорошо да чтобы вот ваша совесть была то есть чистая и спокойная чтобы не было такого да у меня нету тех допустим ресурса которые хотела там деньги семья либо еще что-то но при этом вы можете с честностью сказать что я нигде никого не обманула я нигде ничего не своровала не забрала ни своего вот что такое то есть если чего-то нету да то по крайней мере моя совесть чиста вот здесь такие моменты вышли классно здорово это была позиции даже не чтобы это первая позиция колода безымянная почему она безымянная потому что уже говорил неоднократно на дне у меня аркан звезды безымянно потому что автор не дал название звезда здесь говорит о том что вы прожили жизнь в некоторой степени может быть иллюзорно да то есть есть очень много иллюзий контексте приукрашивания придумывания до дорисовывания чего-то чего не было но в лучшую сторону не в худшую лучше мы селика вероятность что ваша жизнь была не совсем такой как вы ее видите да то есть она была может быть более беднее более в большем дефиците в негативе да вот но вы как-то вот идеализирует идеализировали своих детей идеализировали работу партнера свою жизнь здоровье то здесь некая идеализация проходит опять же таки психологической страны можно рассматривать этот вопрос по разным причинам почему такое происходило вот но в принципе в принципе вы прожили здесь жизнь до этого момента да в соответствии с вашей душой то что хотела ваша душа вот это вот если кого-то успокаивает так выберем колоду вот эту это таро привидений и посмотрим для тех кто выбрал колоду таро привидений смотрим как вы видите вашу собственную жизнь то есть ваша оценка собственной жизни ваши четверка жезлов жизнь праздник да жизнь веселья не в контексте того что вы не сталкивались с трудностями а в контексте того что ваше восприятие в жизни она позитивно есть люди позитивные которые смотрят на жизнь открытыми глазами и не падая по крайней мере стараясь не падать негатив то люди которые оперируют позитивными аффирмациями ищет что-то хорошее в каждом поступке обращают на что-то хорошее светлое в жизни это их лейфмотив то есть они смотрят на все с позитивным не потому что они не видят реальности да что она может быть негативно либо не устраивать просто это их такой мотив по жизни и в принципе моё субъективное мнение я их приветствую в этом вот но либо сейчас какой-то этап такой начался очень приятный веселый когда много общения когда много взаимодействия с людьми вы радуетесь либо отдых какой-то такой наступил вашей жизни вы наслаждаетесь наслаждение не в пассивности а в активности еще как вы оцениваете свою собственную жизнь как человека который ставил себе какие-то цели не обращал внимание ни на кого ни на что оперировался своим какими-то знаниями своим каким-то суждением и шо вот знаете как такое сочетание карт напоминает мне людей как их обычно называют пофигисты да то есть вот все равно но это не говорит о том что это люди они безразличны к миру либо к жизни они просто понимают что это их жизнь и они ответственны за нее и вот как они ее проживут то они получат и поэтому эти люди выбирают жить в соответствии со своими какими-то понятиями ценностями мировоззрением и в большей степени наплевать особенно если это более молодое поколение им наплевать на мнение других людей на оценку других людей они знают кто они есть они знают что они хотят и они идут по жизни своим выбранным путем иногда их могут называть там я не знаю что это люди пофигисты безразличные там сухие но вот здесь такое ощущение как будто бы это какое-то новое вот молодое поколение которое сейчас вырастает и старшее поколение осуждает за то что ну им ничего не интересно они как будто бы живут вот в своем мире виртуальном мире на самом деле это очень глубокие люди очень глубокие такие души которые отдают свое внимание и свой ресурс и выходят из своего внутреннего состояния интровертности на экстравертность только тогда когда не это посчитают нужно когда для них это составляет какой-то ценности но из-за того что вот сейчас в мире есть очень много разных поколений да здесь не 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 три поколения которым проживаем это люди абсолютно разные души абсолютно разных уровней очень большое сейчас большой разрыв в понятиях и ценностях то в принципе вот таких людей говорят о том что ну они сами себе на уме и но эти люди они понимают почему они так себя ведут да это ни в случае не 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 ущербные люди ментально и духовно а наоборот это люди которые знаете акцент их иногда называют эгоистами но это люди которые у них какая-то своя философия многие может быть и непонятная сейчас не буду ее анализировать но здесь что-то такое есть еще ваша собственная оценка вашей жизни как вы ее видите вы видите что вы развиваетесь вы развиваетесь вы движетесь вперед вы общаетесь тогда когда вам интересно с кем интересно да так как вы хотите в большей степени здесь люди такие достаточно свободолюбивые им не интересна та жизнь которая существует сейчас на данном этапе они либо стараются воссоздать для себя свою какую-то реальность либо просто тупо проживают в потоке может быть да ту реальность которая им не соответствует такое ощущение что здесь как люди входят в вагон поезда и просто смотрят в окно если им остановка нравится станция нравится они выходят и проживают если нет заново входит в пояс и едут дальше могут проспустить несколько станций просто потому что они им не интересны не триггерят не включает но здесь однозначно души которые развиваются но у них как будто бы вот какое-то свое видение очень утонченное здесь душа она интересное она творческая какая-то интровертность у меня здесь происходит но опять же таки не потому что они по натуре такие просто если их им что-то интересно они в включаются если нету интереса они не будут включаться это как знаете мама предлагает ребенка давай поиграем в пирамидку вот если ребенку не интересна пирамидка он не хочет он встал и ушел да ему например наплевать там что-то мама говорит что она предлагает не интересно я не хочу но та категория людей которые например приглашают там родители да гости своих знакомых и начинается поздоровайся с этой тете поздоровайся с этим дядей ребенок разворачивается и уходит да и мама обижается ну почему в принципе где твоя воспитанность да почему ты не здороваешься а у ребенка своя философия он не понимает зачем я буду с кем-то здороваться если я не имею это ввиду то есть зачем я буду приветствовать кого-то но если в душе своей я не рад тебя видеть да то есть я хочу быть настоящим не 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 то что здесь не воспитанные люди у них своя философия вот так скажу своя своеобразная на ощущение того что таких людей немного на планете земля ну вот которых я здесь описываю да вот у меня по ощущениям энергетически да у них свои какие-то задачи свои какая-то миссия а вот и им вроде бы не комфортно до среди им ничего не знаете так вот сейчас вот я делаю расклад и мне показывают столько разных людей как будто вот как разные расы что ли разные цивилизации прям энергетически щас ощутила их так много они выполняют свою какую-то задачу их не так много тут но они сами понимают вот в чем и заключается задача да им не нравится им не комфортно на планете земля с авто реальности в которой живут большинство людей вот но они у меня проходит знаете как как молодежь как ему да такие вот эмоциональные закрытые в себе с очень таким тонким миром утонченным глубоким восприятие может быть здесь даже знаете люди аутисты проходят вот какая-то такая категория людей она небольшая но у них есть свое восприятие мира и свое видение этого мира вот это вот самое главное что здесь можно подчеркнуть и отвечая на вопрос как вы видите оцениваете свою жизнь вот так как я сказал очень интересные личности на самом деле вот прямо здесь я люблю людей которые не не похожи у которых есть своя какая-то индивидуальность не обязательно быть выдающимся но главное быть личностью да то есть яркой яркой в контексте того что выделяешь среднестатистического такого скажем восприятия людей которым ничего не интересно и ничего и не движет ими так ладно много субъективности убираю и и идем дальше второй вопрос что вы хотели бы изменить свои жизни семерка мечей наверное очень много лжи вы видите вокруг неискренности в людях да если так можно было бы сказать а в себе я бы сказала больше решительности и больше соответствовать своим собственным каким-то желанием такое чувство как будто бы здесь люди отказываются от своих от своих каких-то увлечений в силу того что либо столкнулись с какими-то трудностями с каким-то неприятием не то чтобы человек здесь опустил руки но вот как будто стена непонимания и он устал он устал биться и поэтому вынужден проживать как-то не знаю либо приспосабливаться к этой жизни и быть не не настоящим надевать маску вот здесь вот такое желание что вот прям сдернуть эту маску себя и прожить эту жизнь так как хочет человек потому что здесь либо идут какие-то отказы от своих желаний от своих хобби от своих увлечений от своих каких-то порывов либо вот какая-то неискренность потому что она ранит вас то что вы видите в людях либо когда вы не искренне сами собой вы это прям вот ощущаете еще что хотели бы изменить это кто у нас свои эмоции да то что вы проживаете вот какую-то глубину что конкретно вам хотелось бы знаете в большей степени быть более адаптивным эмоционально под других людей да то есть королева пентаклей такая практичная конкретная структурная понятная на виду а вот у вас очень много такого глубокого внутреннего мира какого-то внутреннего космоса да в котором вы находитесь и вот вот как будто бы вот этот вот космос взять и закупорить в бутылку под названием земля ну вот не получается здесь знаете как вы вы как будто бы никак не можете законнектиться как-то за и корица на земле и вам кажется что вот если бы вы были так как многие люди здесь какая-то очень грусть проходит но это в силу вашей утонченности эмпатии чувствительности которые есть и вам кажется что если бы вы были как большинство людей люди которые ничем не интересуются проживают обыденность там я не знаю в программах дом работа дом работа то вам было бы лучше но вот вы как как бы не старались быть такими людьми не получается вот ваша даже забота вот вы хотели бы быть например по королеве пендакль да больше внимательными больше заботливыми не получается ваша забота она может выражаться в чем-то другом ваша забота может быть просто посидеть рядом с человеком вот вы у меня здесь кстати вот не зря колоды таро приведение вы у меня проходите какой-то вот как как некое такое приведение да как энергия не плотная вот вам хотелось чтобы вы были более плотными более конкретными более виденными имели больше влияния на других людей больше проявленности в этом мире не получается здесь вот как знаете как сидит человек и вот как будто бы некое такое приведение его окутывает посылает ему флюиды любви своей энергии и тем самым идет исцеление вы могли бы быть либо являетесь целителями работаете с энергиями такие энергопрактики здесь проходят вот но не телесные типа здесь не не вы не прикасаетесь к телу там какие-то точки нажимать либо еще что-то нет здесь все на уровне тонкого плана на уровне астрального плана и вот вам вот это вот забота вы ее как-то выражаете по-своему такое ощущение что когда человеку плохо вы не будете подходить его там обнимать гладь по голове вы просто можете подойти и рядом сидеть вот человек сидит там и не знаю переживать своих каких-то мучениях и вы рядом вот таким образом вы выражаете свою заботу на что я я разделяю то что ты проживаешь здесь сложно мне описать человека потому что он больше у меня считывается как-то на астральном плане на тонком плане энергетическом то есть здесь материального очень мало и поэтому сказать что как-то это вот выражается физическом плане сложно потому что энергетически я не вижу вас здесь уплотненными вы поэтому влиять на других людей не можете поэтому я вас вижу больше в некоторой степени интровертными что хотели бы изменить что хотели бы изменить себе да здесь есть желание перемен но что конкретно как она больше я бы сказала получать удовлетворение от жизни чувствовать себя более как-то активным что ли чувствовать себя победителем по жизни видеть реализацию своих каких-то индей своих амбиций хотели бы больше думать прежде чем действуете либо вот это вот вашу дистанционность от людей хотели бы как-то ее изменить но здесь здесь причина причина в том что вот вы вы как будто бы абсолютно разные вот вы и мир допустим есть какой-то человек с которым вы хотите общаться вот вы и люди разный мир это разная философия разные разные видения например как человек и привидения вот могут ли они дружить могут в единичном случае да у снова говоря если например человек принимает что существует привидения и с ними как-то можно выстроить какой-то язык но должно быть старание с обеих сторон вот здесь что такое то есть какой-то тонкий план и более плотный план и вот как их соединить должно быть стремление а здесь получается так что люди вас не понимают а вы к ним как бы не стремились в не получается себя изменить поэтому хочется здесь вопрос вот именно вот этой холодности дистанции изменить здесь такое чувство что вы хотите больше давать любви но при этом вот я могу сказать что вы как-то нуждаетесь в любви почему потому что вы и так пропитаны какой-то вот своей вот это вот энергией любви но это не земная любовь не 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 условности вот это как будто бы на уровне энергетики вас есть своя какая-то энергия которая вас подпитывает и у меня ощущение как будто бы здесь люди которые с другой цивилизации да там я не знаю сириус а то еще откуда там кентавр как этот уже мой альфа кетавр еще там созвездие пса не знаю вот как будто бы другая цивилизация другие понятия больше телепатии меньше разговоров больше какая-то такая холодность но не в контексте невозможности проживания эмоций вы ипотечны вы чувствуете эмоции а в контексте такой знаете собранности человек который самообладанием который вот имеет внутренний стержень да ему не нужно выражать какие-то эмоции он и так их может передавать ментально то что вот прям сложно здесь очень сложно сложность почему потому что я это вижу перед собой энергетически я это понимаю словами описать не могу я не могу описать вот этот цвет который я вижу то есть меня здесь есть какие-то формы людей которые пришли очень высокие хорошо сложенные излучающие белый свет очень яркий белый свет светящие такие фигуры но при этом они очень высокие подтянуты что мужчины что женщины к это такая цивилизация они не разговаривают языком они общаются телепатически не нужно им лишний раз там тратить свою энергию на это они как будто бы тебя сканирует и ну они не вписываются вот не знаю ну представьте вы идете по улице и увидели не знаю какой-то стоп светящийся там я не знаю пять метров восемь метров высоту вот как вы будете с ним взаимодействие как вы будете с ним общаться вот как с этим столбом света общаться ну вот 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 так вот я это и ощущаю так ладно удалось ли вам ваша жизнь или нет дьявол дьявол играет засосала вас здесь материальный мир сложно мне здесь сказать удалось или нет потому что здесь другие понятия другие оценки в принципе давайте скажу так не то чтобы жизнь удалась а игра удалась такое чувство что вот дьявол словил вас в сети материального мира как паук который поймал бабочку и бабочка просто как-то смиряется соглашается с тем что она поймана ее не будут съедать но она вот будет все время вот в этой вот в этих сетях и она придумывает свой какой-то мир по шестерке кубков да как бы как-то гармонич причем здесь такое ощущение что это бабочка не держит никакого зла на этого паука на тот мир что она вот попала вот в эти сети попала в эту ловушку она продолжает любить на продолжает знаете как в сказке чудовище и красавица вот вы эта бабочка эта красавица а этот мир это вот паук чудовище и этот дьявол куда вас заманил здесь как-то так а удалась ли ваша жизнь двойственная двойственная иногда в каких-то моментах то есть вы понимаете вы себе как-то объясняете вот то даже если сказать что ваша жизнь не удалась вы это себе как-то можете объяснить таким образом и убедить себя таким образом что так надо было и в принципе все удалось так как нужно понимаете если бы в большей степени смогли отстаивать себя отстаивать свою какую-то позицию свои границы свою точку зрения то было бы намного лучше но вы не конфликтный человек у вас нету вот этой энергии конфликтности вам проще уйти оставить это место оставить человека вы не конфликтные не потому что вы избегаете конфликтов а потому что это ну нет такой программы внутри вас чтобы как-то с кем-то поспорить и вот в этом сложно вот в этом мире то есть ваш подход он более какой-то философский знаете как как говорится на ударили себя по щеке поверни другой вы повернете и вторую и третью вы можете даже истекать кровью там допустим там я не знаю последние секунды вашей жизни но вы не будете давать отпор не потому что не способна потому что вашей философии вот это вот без насилия без у вас какие-то свои понятия но они неприемлемы на земле и вот в этом бесконечная какая-то такая трудность для вас как мне быть то есть изначально у меня программа на любовь меня программа на на какой-то свет и вот это знаете такое ощущение как будто здесь какой-то просветленный попал на эту землю и он не понимает вообще кого учить и нужно ли здесь кого-то учить и в чем смысл это заключается в этих учениях если люди вообще не хотят и он не понимает а зачем я вообще на этой земле если здесь никто не хочет учиться тому что я могу дать а ну как нет ты должен быть здесь ну зачем он не понимает он страдает он принимает эти страдания но он не понимает почему либо для чего он здесь как я могу научить то есть даже как бы он не пробовал научить к заинтересовать не получается и вот он просто знаете как наблюдает и он вот в таком шоке за за тем что он наблюдает он не понимает он не может донести смысла до людей то есть зачем люди вы сами себя убиваете зачем вот вы не знаю убиваете животных ради развлечений вот это вот охота непонятная там есть на рыбалка еще что то то есть здесь человек недоумение потому что он любит природу он просто не понимает вот это вот какое-то безнаказанное насилие жить вне вселенских законов он не понимает как и и и и плюс ко всему не понимаю сейчас зачем меня сюда прислали здесь очень такая не то чтобы сложная позиция здесь если вы не находите шкуре этого человека но ясное дело вы выбрали эту позицию поэтому она вам понятно но я говорю другим людям которые вдруг на эту карту на эту позицию выпадут если вы не находите шкуре этого человека вам не понять вам вам будет казаться со стороны что он какой-то такой глупый наивный и в некоторой степени можно даже и обозвать даже какой-то ну тупой какой-то вот я не знаю недалекий человек просто у человека здесь другая философия непонятная большинству людей и вот сложно с таким характером с такой жить прям сложно так кто выбрал колоду николеты школе смотрим ваша оценка собственной жизни как вы видите свою жизнь как вы видите свою жизнь игра игра в кошки-мышки игра вот какой-то здесь обман проходит кто первым одел халат тот и врач вот здесь какие-то такие очень странные понятия здесь вращение что здесь вот люди как будто вы живут как то по 3 чакры по чакре силы власти основной стороны вы воспринимаете жизнь как люди для меня являются учителями я являюсь учителем для других людей никто мне не враг никто мне не друг всем не только учителя то здесь есть как будто бы какая-то доза философии но при этом больше мне идет вот такой огненной марсианской какой-то такой энергии то есть вы обманываете не потому что вам это нравится потому что вынуждены как-то как будто бы иначе люди не понимают знаете как выражение с волоками жить по волчью быть вот здесь как-то так то есть вы вроде бы хотите как-то по-хорошему по-доброму но не получается и как сама жизнь как сами люди вынуждают вас относиться к ним как-то по не то чтобы по-хамски жестко здесь все время вот это вот ложь обман не искренность какая-то она проходит на протяжении вашей жизни и это не не потому что но у вас такой характер а вот как будто бы сама жизнь подбрасывает какие-то такие моменты когда вы находитесь все время на гребне на острее меча лезвие когда то есть ну обмануть или не обмануть солгать или не солгать но здесь вопрос например там если я скажу что-то к примеру если вы являетесь врачом да и в реанимации и вы видите сталкиваетесь например со смертью очень часто и к вам приходят родители и вы вынуждены сказать новости плохие о том что ребенок уже не жив но вот как это сказать то есть сказать напрямую ранее от родителей сказать так более культурно тактично мягко тогда идет нарушение там возможно не знаю там врачебных каких-то регламентов и так далее вот как быть вот все время то есть примете как будто бы сама жизнь она вынуждает вас где-то врать где-то обманывать как-то приспосабливаться и вам это не нравится вам это не нравится как вы видите жизни вы видите жизнь как людей очень много страдающих из-за сердечных каких-то травм очень много не знаю может быть у вас в силу вашей профессии вы с этим сталкиваетесь либо ну допустим там местные психологи врачи магии там например практики до работаете с людьми которых либо целители да то есть с людьми которые все время надо их травмы сердечные как-то лечить как в прямом смысле так и в переносном мне там пишет да пишет так еще как вы оцениваете свою собственную жизнь не знаю очень много мрачных мыслей то есть как будто бы помогаете другим людям и вот сами я не могу сказать что вы как будто бы нуждаетесь здесь в излечении но у вас очень много мыслей своих каких-то негативных здесь человек как воин который видит много много боли много скорби много много слез много негатива и вы этот негатив уже впитали в себя вот свою кровь и знаете как люди которые как это мясники которые убивают животных да для того чтобы не знаю но мясо продавалось в магазинах и все такое такое ощущение что их тело оно уже пропитана кровью да потому что но они вот как-то ну их работа такая да они каждый день сталкиваются с этим вот они пропахли эти либо когда люди очень много курят да вот не только их одежда пахнет а вот такое ощущение что не знаю их кожа пахнет кровью дымом их волосы пахнут даже если они моются все равно вот как будто бы запах вот он въелся и не выходит но здесь такое ощущение что вот эти вот ваши какие-то мрачные мысли не потому что вы негативный человек пессимист а потому что вы с этим негативом много работаете и это стало уже вашей частью жизни здесь тень о которой я говорю она стала частью вашей жизни и вы это знаете и вы знаете это влияние этой тени на вас здесь очень сложно оставаться таким светлым человеком но все равно свет вас еще есть как вы оцениваете еще свою жизнь хочется вы видите как по этому аркану да под этим куполом закрыться абстрагироваться от всех получать удовольствие от жизни никого не видеть как говорится глаза мои вас не видели на не хочу никого видеть не хочу ни с кем сейчас возможно вы так и делаете в свободное время а там не знаю после работы закрываете все двери окна как говорится опускаете шторы и находитесь в тишине расслабляетесь чтобы забыться вот прям я не исключу что здесь кто-то может принимать какие-нибудь там психоделики чтобы вот как-то абстрагироваться того что видно потому что я не могу сказать что здесь есть усталость от этого но если бы был выбор не взаимодействовать с этой тьмой с этими тенями вы бы выбрали не взаимодействовать но и по-другому не получается может быть я еще расскажу ваше какое-то дело ваша работа что-то вот как будто бы связано с этим и получается что вы вот либо хобби какое-то либо ваша профессия ремесло вы любите его но она вот как-то сопричастно вот вот с этой грустью с этой тьмой с этими тенями здесь такое ощущение что люди может быть страдают головными болями бессонницами кошмарами какими-то по причине того что в течение дня вы это все проживаете так ладно еще как вы оцениваете свою жизнь не знаю сейчас на данном этапе никак такое ощущение что я как будто бы не управляясь своей жизни такое чувство что вы говорите сами себе я перестал задаваться либо перестала задаваться вопросом в чем смысл жизни я тупо иду в потоки вот куда меня выведет хаотично не думая не размышляя не анализируя вообще вот мне как будто бы как по барабану да вот куда меня выведут туда меня выведут я пойду в любое место главное чтобы вот что для вас тут главное главное чтобы моей душе был свет главное чтобы моей душе было комфортно чтобы на душе было тихо и спокойно вот мне абсолютно все равно эти человек который может быть вы работаете как-то посменно да допустим там не спите 48 часов и потом такое ощущение что вы хотите поспать а вам там не знаю например дети не дают ну потому что день а вам надо выспаться после смены и вот вы приходите и такое чувство что знаете человек сел на стул положил руки на стол опёрся ну голову положил на руки и и устал сидячем положение то есть абсолютно все равно в какой позиции главное чтобы поспать вот здесь вот такой такая вот жизнь во что мне все равно главное вот чтобы спокойно было на душе для вас это вот прям душевное спокойствие очень важно хорошо чтобы вы хотели изменить себя бы вы хотели изменить какой либо каким вы хотите стать человеком который больше доверяет этому миру здесь чувство что вы столько негатива видели в жизни что довериться уже это вот из разряда знаете как люди впадают в какую-то иллюзию до идеализацию вот это было бы для вас какая-то идеализация вот у хочется вот прям найти такая потребность жить в добром мире хочется больше доверять людям хочется больше видеть света вот если мы говорим что хотели бы изменить в себе тот стать более светлым потому что не потому что вы ваша искра души темная услышите меня правильно просто потому что вот жизнь так сложилась и вы вот столько вот этого всего темного видите жизни что она уже знаете кому говорим про деформация вот здесь вот какая-то такая жизненная деформация у вас стала чтобы еще вы хотели изменить своей жизни не знаю стать более эмпатичными как будто бы хотели бы видеть суть вещей напрямую прежде чем они случатся если например это люди то прежде чем с человеком вступить какие-то отношения изначально как-то его вот просканировать и сказать все изначально ты мне не подходишь потому что это не приведет ни к чему хорошему опять я буду страдать опять будет эти мучения опять будет вот этот вот я не знаю абьюз контроль газлайдинг вот это вот все оно мне не нужно плюс ко всему вы хотели бы чтобы люди были более эмпатичными еще раз здесь вот как будто бы такие знаете претензии даже не к самим себе а к миру в котором вы живете здесь вы видите какой-то вот такой жестокий мир мрачный мир угрюмый мир недоброжелательный не человеколюбивый какой-то такой что еще вы хотели бы изменить в своей жизни больше любви вот я говорю больше любви больше тепла больше взаимности для вас это важно знаете вот такое чувство если допустим даже вы работаете уборщицей школе либо в каком-то заведении такое чувство вот вы только помыли полы да и идет человек но увидеть что они не подсохли можно же пойти как-то аккуратненько либо на носочках либо как-то по краю ну то есть уважать труд другого человека ему это наплевать типа ну ты же за это деньги получаешь вот и работой и вот вы смотрите на это и у вас не то чтобы обида появляется а вы задумываетесь о том что боже в каком мире я живу вот откуда вот это вот черство откуда вот это вот жестокость и здесь вопрос не воспитание а здесь вопрос вот именно в самом человеке опять же таки человек который так сказал не потому что он плохой а потому что возможно его как-то вас знаете вот он живет в каком-то своем мире в своей семье где там много боли и вот он как будто бы так выбрасывает весь свой подавленный негатив да то есть вот ну то есть есть объяснение почему так человек поступает вот вы смотрите на это вы как будто вы понимаете и этого человека почему он так говорит и почему он себя так ведет и себя вроде бы как-то жалко свой труд и вы не понимаете почему люди стали такими здесь вот почему-то а акцент идет больше на людей хорошо тогда вопрос удалась ли ваша жизнь или нет я думаю что дату скупков либо если нету хотелось бы любви вот еще расскажу подтверждение да вам вы нуждаетесь в любви вы нуждаетесь любви не в контексте чтобы о вас кто-то заботился либо давал вам вот эти состояния в контексте того чтобы поверить что вот я прожила жизнь не зря что вот что-то хорошее есть в этой жизни и это хорошая любовь вот вот что вам важно то здесь даже помимо ощущения этой любви какой-то вот наполненности вы для себя как будто бы определять что вот я хочу понять что я прожила все таки со смыслом ну чтобы не было вот все что я делала чтобы не было зря чтобы моя жизнь не была впустую чтобы моя жизнь не была зазря вот здесь такие мысли идут очень много философии но нас принципе ира фанты и открывал вашу позицию каких-то философских мировоззрений еще раз прошу удалась ли ваша жизнь или нет думаю да если бы больше вы ее проживали было больше активности было больше энергия больше движухи здесь как будто бы что-то хочется изменить знаете как шанс и возможность начать сначала сначала но уже в другой позиции в позиции не жертвенности а в позиции вот какой-то золотой середины более спокойно здесь очень важно для вас реагировать спокойно то есть начинать как-то без эмоционально по возможности как-то так десятка кубков теоретически да жизнь удалась но есть что изменить есть ну то есть вы это понимаете даже без меня вы осознаете вы знаете что вы хотели бы изменить я не уверена что вы будете что-то менять но желание изменить есть самое главное изменить в себе чтобы не остался вот этот вопрос все было зря вот вот эти вот сожаления чтобы их не было этих сожалений в своей жизни вот это самое главное изменить изменить вот такой был расклад не знаю насколько он вам понравился об этом напишите мне вы я благодарю за ваши комментарии за ваши лайки за то что вы со мной в телеграме прощаюсь с вами до всего среды всего вам самого наилучшего всем пока пока